Добрый вечер! На канале Россия 1 прямой эфир с Рашидом Тимрезовым. Первый в этом году. Здравствуйте, Рашид Борисбеевич. Добрый день, Светлана. Я приглашаю жителей республики присоединиться к нашему эфиру. Нас также можно смотреть на канале Архиз24 и ОТР. Трансляция прямого эфира идет и на радио России КЧРФМ. Интернет-пользователи могут следить за общением с главой региона на нашем официальном сайте и на ютуб-канале ГТРК Карачаева-Черкесия и на сайте информационного агентства РИА Карачаева-Черкесии. Да, и у нас сегодня новый формат общения. Скажем так, он стал популярным в 2020 году в связи с пандемией. А именно, в нашей программе принимают участие в онлайн-режиме на своих рабочих местах члены правительства и все главы городов и районов. Так что ни один вопрос из населенных пунктов не останется без внимания. Даже если он не прозвучит во время эфира, по традиции глава республики дает поручения и все вопросы будут обязательно рассмотрены. Вопросы жителей республики мы начали собирать заранее и они продолжают поступать в эти минуты в наш колл-центр, который вы можете видеть прямо за моей спиной. Итак, у каждого жителя Карачаева-Черкесии есть возможность задать свой вопрос главе республики по многоканальному телефону 8 800 300 39 91. Рашид Борисбевич, прежде чем мы начнем, хотелось бы коротко услышать, каким был для вас прошедший год и какова сейчас санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике. Еще раз добрый вечер. Уважаемые жители Карачаева-Черкесской республики, в первую очередь я хотел бы начать с той ситуации, которую я знаменовал в 2020 год. Достаточно сложный, непростой, не только для нашей республики, нашей страны, но и для всего мира. Вопрос пандемии. Могу сегодня сказать, что ситуация стабилизируется, но при этом остается достаточно напряженной. И, конечно же, 2020 год, который мы в конце 2019 года объявляли годом образования в Карачаево-Черкесской республике, строили планы достаточно амбициозные, очень нужные для нашей республики. Мы со многим справились, многое что реализовали, но пандемия внесла свои коррективы. И хотел бы вот уже сегодня, в марте 2021 года, сказать о том, что мы, как и вся наша страна, с этой ситуацией справляемся. Хотя, к сожалению, очень много людей ушло из жизни, мои соболезнования всем родным и близким. Но и в то же время хотел бы в первую очередь сказать слова искренней признательности и, конечно же, благодарности нашим медикам, нашим врачам, которые стояли на передовой, как говорит наш президент. И, конечно же, всем тем людям, которые приняли участие в борьбе по распространению с коронавирусной инфекцией. Это, конечно же, и все предприятия нашей республики, все трудовые коллективы, конечно же, наши благотворительные фонды, члены правительства, городов, районов. На самом деле, здесь эта ситуация показала в очередной раз о той сплоченности нашего населения, наших людей, которые в трудную минуту готовы быть как единый кулак и бороться с теми трудностями, которые перед нами стояли. Но и в то же время, как мне кажется, и об этом говорят и специалисты, рано расслабляться. Здесь нам всем надо быть продолжать такими же ответственными, все санэпиднормы соблюдать. И я уверен, что в ближайшее время мы придем к нормальной жизни, начнем снимать уже все ограничительные меры, как ситуация будет нам диктовать, и уже заниматься только вопросами улучшения социально-экономической ситуации в республике, а самое главное – жизни наших людей. Поэтому я готов сегодня ответить на все вопросы, которые поступят. К сожалению, не так много времени у нас отведено в прямом эфире, но при этом могу заверить, что на все вопросы, которые поступили сегодня и в течение определенного времени, и в колл-центр, и по всем службам, куда можно было обратиться, обязательно мы на все вопросы ответим. Решен Борисович, у меня еще один маленький вопрос. Мы эту дату сегодняшнюю выбрали не случайно. Ровно 10 лет назад, 1 марта, вы вступили в должность главы республики. Скажите, прошло много лет для вас, 10 или всего 10 лет? На самом деле, по 10 лет, я считаю, что это такой очень длительный период и достаточно непростой. Но считаю, что время, которое прошло, я считаю, его нужно оценивать так, что мы сделали за это время. И самое главное, что мы еще не успели сделать, и что нам предстоит сделать. Поэтому, не знаю, 10 лет... Я не знаю, почему выбрали эту дату, но вы, как представители, ваши коллеги многие, 10 лет назад были свидетелями того, вот за все эти 10 лет, вернее, были свидетелями того, что у нас сделано в республике. Во многом, благодаря вам, журналистам, были подсвечены те темы, которые острые, которые сегодня волнуют или на тот момент волновали наших жителей. И мы, как органы государственной власти, конечно, обязательно на это реагировали. И я уверен, что и будем дальше продолжать. Спасибо большое. Ну что ж, мы начнем без промедления. Время в эфире у нас всего час 20 минут, даже уже меньше. Телефоны в колл-центре просто разрываются от звонков наших зрителей. Я попрошу вывести первого дозвонившегося. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я Маринская, Дехния Мороз, Печенева, Дулия Альевна. Здравствуйте. Я прошу вас, чтобы вы ответили нас. У нас от города мы далеко живем, Мария. Дорога плохая. Когда будет ремонт сделать? И второй вопрос, как когда будет установить? Когда что? Ремонт. Ремонт. Ремонт за дорогу и газ. А, газ. Ну, я начну, наверное, все-таки с главного, хотя я считаю, что и дороги, и газ, и вода, и свет – это очень важные аспекты для наших жителей. В этом году мы закончим проектирование газопровода до Учкулана, в том числе, который касается и Верхней Моры, и Нижней Моры, и Хурзука, и Карджурта. И в 2022-2023 году у нас в 2022 году начало строительство, в 2023 году завершение. Об этом проекте газификации отдаленных наших населенных пунктов, на моей памяти, мы всю жизнь говорим об этом. Ну, вот сейчас мы уже подошли к реальному решению этого вопроса. Нами подписано соглашение с ПАО «Газпром», за что я хочу поблагодарить руководство «Газпрома» и, конечно же, президента Российской Федерации, который дал такое поручение. И я надеюсь, что уже в 2023 году у нас, вообще у нас в 2025 году 100% газификация всей нашей республики. Но то, что конкретно касается вашего вопроса, то к 2023 году газификация высокогорных населенных пунктов Карачаевского района будет завершена. Что касается автомобильной дороги, то на самом деле, если брать глобально, то это проект дороги «Кисловодск-Карачаевск», если мы ее так по старинке называем, через перевал Гумбаши. Но то, что касается именно ваших населенных пунктов, соответствующее поручение, я думаю, что меня коллеги мои слышат, соответствующее поручение я уже, в принципе, дал. И у нас запланирован участками ремонт этой дороги уже в текущем году. Меня сейчас слышит и глава района, и заместитель представителя правительства Гордиенко. Я думаю, что в ближайшее время они такие предложения с конкретными сроками по выполнению этих работ не представят. Р. Борис Беевич, мы заранее собирали звонки, и вот Халима Ткачкарова из Нижней Тиберды. Учитель родного языка и литературы от имени своих коллег хочет выразить вам благодарность за внимание к преподаванию родных языков в школах. Буквально недавно получили буквари, харифле и учебники родного языка для всех обучающихся первых четвертоклассов. Спасибо большое. Будет ли в ближайшее время возможно переиздание учебников родного языка для 6-7 классов 10-го года издания, хрестоматии для 11-го класса? Учебники быстро изнашиваются, хотелось бы их, конечно, обновить. Мы недавно обсуждали этот вопрос с коллегами, и у нас в плане работы Министерства образования и правительства Карачао-Черкесской Республики на текущий год, на 2021 год, запланировано издание учебников родного языка для 6-7 классов, ну и хрестоматии для 11-ти классников. И этим самым, с учетом того, что мы первый-четвертый класс закрыли, первый-пятый класс закрыли, мы в этом году полностью все классы закрываем, и у нас будут учебники по родному языку. Но при этом наша работа не останавливается, мы планируем увеличить, в том числе, сборники литератур на родных языках Карачао-Черкесской Республики. Мы в прошлом году выпустили всего тысячу экземпляров, но на этот год и на 2022 год планируем увеличить в разы. Магомед Женебеков из Черкеска спрашивает, прекрасный парк вблизи завода РТИ строится на наших глазах, различные площадки уже открыты. А как насчет обещанных велодорожек? Ну, вы знаете, я там был сам неоднократно в этом парке вместе с мэром города. На самом деле парк очень современный, очень красивый, и в этом году, насколько я знаю, будет завершение этого парка. И велодорожки будут в этом году завершены. Ну, помимо всего этого, будут созданы все условия для жителей, не только этого микрорайона, но и близлежащих. В том числе бесплатный Wi-Fi, скамейки, лавочки, детские площадки, фонтан. Ну, то есть там будет парк такой, что, в принципе, я так думаю, что... Все, кто живет в центре, будут завидовать. Ну, у нас все-таки, я считаю, что во всех микрорайонах мы стараемся это делать, и не только города Черкеска, и практически всех населенных пунктов, и в том числе районных, центрах и сельских поселениях. И в этом нам достаточно серьезно помогает программа, в том числе, которая у нас сегодня в национальном проекте «Комфортная городская среда». Вот, следующий вопрос из города... Белодорожкам быть. Спасибо. Из города Карачаевска вопрос от Зареты Кипкеевой. Просьба восстановить старый автовокзал и организовать маршруты с близлежащими поселениями, которые при въезде в город, город в плачевном состоянии. Это исторический автовокзал. И вот у меня недавно была рабочая поездка в Карачаевский городской округ, где мэр города Карачаевска рассказал о своих планах, в том числе и о том, чтобы выкупить этот автовокзал, сделать его, наверное, все-таки межмуниципальным, межгородским, который будет связывать с другими городами Карачаево-Черкесской республики. И при этом рассказал еще и о планах внутри Карачаевского городского округа, который, в принципе, охватит еще и Карачаевский район. Я полностью поддержал. Идея хорошая у города Карачаевска. И мы окажем всяческую поддержку. Что ж очень хорошая новость. Я думаю, что, в принципе, при желании, то, о чем мы обсуждали, что в этом году возобновить работу старого автовокзала города Карачаевска вполне возможно. Но сам факт, что мы это начинаем уже делать сейчас. Отличная новость. А давайте теперь из сферы здравоохранения. Очень много вопросов. Вот Лидия Четверная спрашивает. Состоит на учете в онкологическом эндокринологическом диспансерах. С октября 2020 года не выдают лекарства по рецепту ни от сахарного диабета, ни от онкологических заболеваний в льготной аптеке. В феврале 2021 года врач не выписал рецепт, ссылаясь на отсутствие финансирования. Сказали приобретать за свой счет. Просит разобраться и наладить выдачу лекарств. Я считаю это недопустимым, когда наши жители, граждане, которые имеют право получать те льготы, которые им государством положены, и приобретать за свой счет. Я готов на любые вопросы ответить, но чтобы более точно, я хотел бы, чтобы прокомментировал министр здравоохранения этот вопрос. Но при этом я призываю всех своих коллег к таким вопросам быть не то, что щепетильными, трепетными и бдительными, а это должно быть в первую очередь. Я понимаю, у нас есть вопросы по финансированию, понимаю, что мы очень много средств в текущем году выделили на борьбу с пандемией, но от этого у нас другие болезни у людей там, к сожалению, не ушли. Поэтому здесь это во главе угла должно стоять. Я думаю, нам сейчас министр здравоохранения у нас на связи. Не слышно вас. Не слышно. Не слышно. Пока не слышно, давайте пока налаживается связь. Вы этот вопрос обязательно оставьте. Да, мы вернемся к этому вопросу. Либо я его сам прокомментирую. Мы обязательно вернемся к этому вопросу. А пока вот Людмила Крекова спрашивает. Мама, воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Каким специалистам в нашей республике можно обратиться за бесплатной психолого-педагогической поддержкой для правильного взаимодействия и развития ребенка? У нас есть республиканский центр и муниципальный центр. Я думаю, сейчас также меня министр труда и социальной защиты республики слышит. И это я вообще считаю, что у нас для этого все условия созданы. Вы выйдете на заявителя и обязательно расскажите, как и где и когда. И возьмите на контроль, естественно. Как, где и когда она может получить, ее ребенок может получить такую помощь. Обращаюсь сейчас к Шакову Руслан Айсовичу. У нас связи с министрами нету, да? Да, пока есть связь, появилось. Вам слово. Руслан Айсович, прокомментируйте. Прошусь, Бразбевич, я вас... Только коротко. И я вам доложу данной ситуации. В настоящее время наше учреждение продолжает работать в закрытом режиме по согласованию с потребнодзором, пока не пройдет этап вакцинации и сотрудников, и мамочек, пока не одобряют начало работы. Вы мне отдельно служебную записку напишите, потому что, знаете, этот этап вакцинации может длиться долго, а помощь нужна сегодня. И поэтому лучше прям конкретный случай, конкретно на него реагировать. Я вас понял. Договорились. Аршид Борисович, раз налажена у нас связь уже с министрами, давайте вернемся к бесплатным лекарствам. Давайте вернемся к Шаманову Казима Зриталевичу. Нет, вас не слышно. Да, какая-то проблема у нас не слышала. На самом деле мы сегодня обсуждали этот, ну не только этот вопрос, сегодня очередной раз обсуждали. У нас 2020 год получились задержки, ну выплаты были ровно до первого июня 2020 года, потом начались сбои. Вот мы сегодня определили и правительству республики дано такое поручение, чтобы эти вопросы, которые касаются людей больных новообразованиями, и то, что касается инсулина и всего прочего, очень много там, несколько позиций, чтобы первоочередные выплаты шли именно на приобретение данных лекарственных препаратов. Меня коллеги слышат и соответствующее поручение уже мною дано. Если у нас сейчас есть звонок в студию, мы можем подключить? Да, у нас есть звонок, мне подсказывают. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. У меня вот такой вопрос. Я пассивный спортсмен и раньше часто бегала на нарфе, а сейчас, к сожалению, нет такой возможности. И ходят злые слухи, что больше, к сожалению, мы не сможем бегать на нарфе, потому что он будет платным или будет открываться для каких-то мероприятий. Да глупости, полные глупости. На самом деле мы его хотим торжественно открыть этой весной. И он, конечно, предусмотрен у нас для проведения массовых спортивных мероприятий. Поверьте всем жителям и нашей республики, нашего города и гостям нашей республики, конечно, понравится новый, современный, очень удобный для занятия физической культуры и спорта стадион. Единственное, конечно, будут определенные ограничения в плане того, что, ну это в принципе везде такая практика, что на самом футбольном поле, там кто захотел поиграть, такого, конечно, не будет. А как раньше это было, использование беговых дорожек, мы тем более там построили очень много спортивных универсальных площадок для занятия легкой атлетики. Конечно, такие возможности для наших жителей, они будут абсолютно доступные, свободные, открытые. У нас очень современная, хорошая, позволяющая без всяких проблем для суставов, позвоночника, ну там, заниматься пробежками, ходьбой. Конечно, будут определенные ограничения в плане того, что там нельзя кататься на роликах, на лыжероллерах, там, или использовать какую-то обувь, которая может вредить. А так для всех желающих, конечно, он будет в свободном доступе. Мы, более того, под западной трибуной еще там построили закрытый зимний легкоатлетический манеж, где можно будет и зимой там заниматься. Ну, там, конечно, будет приоритет больше для специализированных спортивных школ, которые занимаются легкой атлетикой. А так, более того, в вечернее время он будет освещен, и вообще это будет такой центр, стадион. Рядом, как вы знаете, мы построили уже самый крупный спортивный универсальный зал, физкультурно-оздоровительный комплекс, ну, дворец спорта его можно назвать. У нас там есть и открытый бассейн, и со следующего года начнется строительство еще и ледового дворца. То есть, такое будет спортивное ядро нашей республики. А то, что касается людей, которые сегодня хотят заниматься физической культурой и спортом, то это, во-первых, есть соответствующее поручение президента нашей страны. Это у нас прописано в национальном проекте, в федеральных проектах. И могу вам сказать, что Карачаево-Черкесия на сегодняшний день в нашей стране является одним из лидеров по количеству людей, которые активно занимаются физической культурой и спортом. В национальном проекте еще и прописано о том, чтобы возрастные категории старшего поколения активнее занимались этим. Поэтому, безусловно, мы все условия для всех возрастных групп обязательно создадим. Спасибо. Рашид Борисович, поступает очень много вопросов, связанных с водоснабжением. Вот Ирина Моисеева из Урубского района. Водопровод по улице Советской является центральным водопроводом, к которому подключены разводящие сети, запитывающие треть домовладений станицы Преградная. В настоящее время ветхость сети не позволяет увеличить давление магистрали, в связи с чем верхние улицы станицы не обеспечиваются водой в необходимом объеме. Просим содействия проведения ремонта водопровода. И это практически во многих населенных пунктах. Напор воды. Особенно в летнее время это начинается. Ну, проблема известная. Ну, если говорить конкретно по этому вопросу, я вижу у нас присутствует глава администрации Урубского района, Михаила Зайцева, который сам активно эту тему поднимал и в общении со мной, и на уровне правительства, и конкретно на уровне Министерства строительства и Министерства сельского хозяйства. Этот вопрос у нас на контроле. Он включен в проект реализации. Но если говорить конкретно по улице Советская, она действительно одна из самых больших страниц, преградной. Но то, что касается самой проблемы по водоснабжению. Вот мы с вами говорили про 10 лет, как они там, в принципе, что 10 лет прошло. Но я сейчас не буду вам говорить в процентном отношении, насколько мы, во-первых, заменили ветхие водопроводные сети, в каких населенных пунктах. У нас были населенные пункты, это практически касалось каждого муниципального района, где вообще не было центрального водоснабжения. Мы эти вопросы решили. Но у нас проблем остается очень много, потому что в среднем нашим сетям порядка 50 лет. Мы их меняем и каждый год меняем порядка 20-30 километров. На этот год там такие же. У нас несколько групповых водоводов, которые в этом году будут отремонтированы. В том числе это касается и водонапорных башен, и так далее, и так далее. И вот в этом году у нас прорыв. Но мы работаем здесь по нескольким направлениям. Это региональная программа, федеральная программа, программа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации по развитию сельских территорий. Ну и, конечно же, у нас проект «Чистая вода». Поэтому мы сейчас, вот, соответствующее поручение я дам конкретно по этому населенному, по станице Преградной. Хотя я вам еще раз могу сказать, что уже такое поручение дам. Ну и у нас есть очень много населенных пунктов, где эта проблема достаточно осро стоит. Там, где не только по напору воды, во-первых, еще и по качеству самой воды. Вот это для нас основная проблема, основной вопрос. Но мы свою региональную программу достаточно такую амбициозную, масштабную, региональную приняли. В том числе и, конечно же, с поддержкой федерального правительства. Я думаю, что у нас программа... Уровень водоснабжения и улучшение качества питьевой воды мы почувствуем в каждом населенном пункте. То есть, каждый год, ну, до 2025 года у нас такая задача стоит, чтобы мы привели все в нормативное состояние. Теперь, Рожид Борис Беевич, дороги тоже одна из важнейших тем. Светлана Савельева спрашивает, что в 2017-2019 годах проведены два этапа капитальной реконструкции региональной автомобильной дороги «Майкоп-Карачаевск» на участке Зеленчукская-Сторожевая за счет средств Республиканского дорожного фонда. Просьба решить вопрос о продолжении работ по капитальной реконструкции дороги на участке Зеленчукская-Куржинова. Ну, мы в этом году продолжаем, у нас два таких очень интенсивных и сложных участков. С учетом того, что у нас туристический поток из года в год возрастает, в том числе и те, кто приезжает автомобильным транспортом, в этом году из средств Дорожного фонда мы продолжим работу по участку дороги Черкесск-Архыз через Хабецк. Мы тоже там делали участками и в этом году продолжаем. И точно так же, она дорога была раньше союзного значения, Черкесск-Майкоп, сегодня она дорога регионального значения. Ну, от Зеленчука до Куржинова. И у нас только, по-моему, в этом году, если мне память не изменяет, порядка пяти километров. И на следующий, в 2022-2023 год, еще 16 километров, это уже до станицы Преградной. Поэтому эта работа обязательно будет продолжена, и мы видим значимость этой работы, ну, и этой дороги. Ну, и, конечно, она еще и повлияет на увеличение туристического потока. Ну, вот тут продолжение темы благоустройства дорог. Муса Шевхужев из Адагихабельского района, аул Баралки. Просит реконструировать дороги, уличное освещение, улучшит водоснабжение в ауле Баралки. Ну, вот то, что по водоснабжению, на самом деле, в Баралках там у нас есть, на самом деле, сложности. Опять же, я до этого ответил на вопрос по водоснабжению. Еще раз подчеркну, в приоритетности, в важности этого проблемных вопрос, конечно, водоснабжение, как и газификация. Вообще, проблемы всей инженерной инфраструктуры, они очень важны для жителей, ну, и, конечно же, для нас. А то, что касается уличного освещения и дорожного полотна, ну, я соответствующее поручение, меня коллеги слышат. Я вижу, как Гордиенко Евгений Александрович записывает внимательно. Я думаю, что, ну, у нас очень много вопросов, которые поступили там вчера, позавчера, они касаются и транспортной инфраструктуры, и жилищно-коммунального хозяйства. Мы каждый вопрос, каждый вопрос детально, как мы это делаем всегда, разберем. И соответствующие представители выйдут с тем, чтобы все это изучить и с предложением о том, когда приступить к исполнению этих моих поручений, так скажем. Но, скажу так, не все и сразу мы, естественно, сделать не сможем. Но там, где эта проблема уже достаточно давно и остро стоит, конечно, это будет включено в первоочередной перечень исполнения этих вопросов. А у нас сейчас звонок в студию. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, Рожелый Борисович. Меня зовут Марьяна Шамильевна. У меня вопрос по программе «Помощь молодым семьям». Мы многодетная семья, воспитываем ребенка-инвалида. Нам уже давно должны были выдать свидетельства, но вот уже более двух лет мы застали пятую очередь в Багазинском районе. Всего в очереди стоим более 10 лет. Моему супругу в январе следующего года исполнится 36 лет. Нас просто выкинут из очереди. Рожелый Борисович, у нас нет возможности приобрести собственное жилье. Работает только муж. Он врач регионального сосудистого центра. Я не могу финансово поддерживать супруга, ухаживая за детьми. Малышом и Борисович. Рожелый Борисович, обращаюсь к вам с огромной просьбой. Помогите восстановить справедливость. Спасибо. Мария Анатольевна, я вам точно могу сказать, что никто, как вы сказали, из очереди вас не выкинет. Я думаю, что конкретно в вашем случае, что за 10 лет вы сейчас пятый в Багазинском районе стоите, ну, понятно, что вы очень там долго двигаетесь. Вот я прямо сейчас конкретно по вашему случаю дам поручение, но на самом деле это сегодня один из таких острых вопросов, которые передо мной ставят многие молодые семьи, те, которые стоят в очереди, те, которые уже имеют и судебные решения и так далее. На самом деле такая проблема. Здесь я, наверное, могу признать в том числе и организационные пробелы и ошибки органов исполнительной и муниципальной власти в свое время при формировании списков. Мы пошли амбициозно, в отличие от других субъектов, когда брали на себя там такие достаточно серьезные обязательства. Мы сегодня работаем и с Министерством строительства Российской Федерации. Я обратился с просьбой о выделении дополнительной финансовой помощи на данные мероприятия. Также мы обсудили с коллегами из правительства республики о том, чтобы мы свое региональное финансирование увеличили. Сегодня у нас в ближайшее время порядка 70 семей, которые в ближайшее время получат жилье. Но и мною дано поручение, сегодня правительство очень активно и детально разбирается в этом вопросе, чтобы мы каждой семье, которая стоит в очереди, персонально подошли и посмотрели, как это в ближайшее время. Это касается и первички, и что приобретается, выделяется на приобретении на вторичном жилье. Поэтому проблема непростая, но мы с коллегами, в принципе, нашли такое решение, чтобы эти вопросы достаточно в таком оперативном и массовом порядке решить уже в текущем году и также в 2022-2023 год. Специально в вашем случае, с учетом и в такой непростой ситуации, что у вас ребенок с ограниченными возможностями здоровья, я прямо сейчас даю поручение председателю правительства, чтобы он посмотрел и детально разобрался в этом вопросе. Также прошу и главу Абазинского муниципального района на это связаться с председателем и этот вопрос, чтобы у вас был на контроле. Марина Курджиева из Черкеска, переулок Красногорский спрашивает. Промежутки по улице Красногорской от улицы Лободина до улицы Старикова полностью отсутствуют фонарные столбы. и уличного освещения собираются наркоманы и планируется ли перенос старого недействующего кладбища? Тут два вопроса абсолютно разных. По освещению, я думаю, что мэрия города Черкеска обратит на это внимание. Но я не первый раз слышу, что у нас в районе, ну, ко мне поступали раньше обращения, что это не по улице Старикова, а по улице Фабричной, скорее всего. Ну, что там были проблемы с освещением, ну, я не знаю, какая сейчас там ситуация. То, что касается старого кладбища города Черкеска, ну, здесь попрошу мэра города мне в ближайшее время свое видение представить и обратить внимание на ту проблему, которую сейчас озвучила жительница улицы Красногорска, да, переулка Красногорска. Да, переулка. Тут Мурат Тикеев из Учкикена спрашивает. В прошлом году было принято решение об упразднении Минкавказа. Сказывается ли сегодня, на ваш взгляд, отсутствие данного института развития Северного Кавказа при комплексном развитии субъектов округа и Карачаево-Черкесии в частности? Да, пока сложно говорить, но самое главное, что остались институты развития, которые были при Министерстве по делам Северного Кавказа. Это и курорты Северного Кавказа, и корпорация развития Северного Кавказа, с которыми мы очень активно работаем. И, в принципе, многие проекты мы реализовали. Курорты Северного Кавказа, это, в первую очередь, конечно, наш всесезонный курорт Архыс с корпорацией развития Северного Кавказа, но это уже несколько предприятий, которые мы уже ввели, построили при поддержке, ну я бы здесь тогда обобщил бы и сказал бы, что при поддержке правительства Российской Федерации, где создали более полутора тысяч рабочих мест, абсолютно новых, современных, высокооплачиваемых. Сегодня эти функции перешли к Министерству экономического развития, с которым мы очень достаточно активно взаимодействуем. Так, я хочу сказать, что у нас все-таки есть еще и аппарат полномочного представителя президента в Северного Кавказском федеральном округе, и вот полпредпрезидента в СКФО Юрия Яковлевича Чайка достаточно и его команда достаточно очень большое внимание уделяют проблемам и безработицы на Северном Кавказе, и социально-экономическому развитию, и созданию новых рабочих мест, и при этом уже есть результаты, у нас только при поддержке Юрия Яковлевича по его договоренности со Сбербанком, только в Карачаевске уже создано, в республике создано 50 рабочих мест, которые сегодня работают на цифровой платформе Сбербанка, и сегодня достаточно много проектов, которые при поддержке аппарата полпреда, и, конечно же, правительства Российской Федерации у нас, и зампредправительства Юрий Петрович Трутнев, он сегодня отвечающий за социально-экономическую политику в Северо-Кавказском федеральном округе, но мы вот чувствуем эту поддержку и реально ее можем защитить, поэтому сложно сказать, насколько точно ни одна программа, ни один объект, они не ушли никуда, а и продолжение развития. Спасибо. Сомалевич Сергей из Урубского района спрашивает, для предотвращения затопления близлежащих улиц Станицы Преградной при прохождении весенне-летних паводков на реке Уруб просьба оказать содействие в проведении капитального ремонта берега укрепительного сооружения на реке Уруб. Это правый берег юго-восточной части Станицы Преградной. Ну, я, насколько знаю, у нас, по-моему, в этом году начнется реализация данного сооружения берега укрепительного, там чуть более двух с половиной километров, вот, и я думаю, что эта проблема будет решена. Мы и два-три года назад построили достаточно серьезную дамбу, которая тоже там, по-моему, в районе, ну, на реке Уруб. Ну, вот на этот год запланировано строительство данного берега укрепительного сооружения. А у нас сейчас звонок в студию. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Могу. Добрый день. Добрый. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Я, Айдулина Валентина Николаевна. Я хочу обратиться к Рашиду Борисовичу с одной просьбой. У меня недавно умер дедушка, ведь участник Великой Отечественной войны. Я знаю, как вы, Рашид Борисович, и все жители нашей республики Третьевна относятся к ветеранам войны, ушедшим из жизни. А тем более, мой дедушка был самобытным художником. Можно было бы создать выставку его картин, ну, если это возможно? Да, необходимо это сделать, конечно. Я думаю, у меня министр культуры слышит, и мы обязательно проведем эту выставку вот здесь, в городе Черкесске, вот тут, на улице Первомайской, в нашей картинной галерее. Я с удовольствием сам приду и поучаствую в открытии этой выставки, или просто как посетитель приду. Обязательно сделаем. Я думаю, что это надо сделать прямо в самое ближайшее время. Вы бы там свои контакты оставили, и как заявитель, и министр культуры с вами свяжется, и в ближайшее время мы, я думаю, что прямо весной, желательно это сделать в преддверии нашей самой славной даты, 9 мая, это до 9 мая, это все организовать и сделать. Ой, было бы очень здорово. Обязательно сделаем, Валентина Николаевна. Спасибо вам. Спасибо, Валентина Николаевна. Вам спасибо. Рашид Борисбеевич, много вопросов по переселению из аварийного жилья. Кристина Джукаева из Карачаевска спрашивает. Просьба включить многоквартирный жилой дом по улице Курджиева, 16А, в городе Карачаевске. Программа аварийного жилья. Таких домов у нас достаточно много. Сегодня очень такой правильный и очень нужный, необходимый вопрос. У нас сегодня все главы городов и районов совместно с Минстроем очень плотно занимается инвентаризацией этих домов. И мы сейчас создаем перечень таких домов, которые призваны аварийными с 1 января 2017 года. У нас есть договоренность и с фондом о реформировании ЖКХ, и с Министерством строительства Российской Федерации. И буквально недавно приезжал к нам и генеральный директор, и председатель правления этого фонда, и Степашин, и Цицын. И мы договорились о том, что мы в принципе можем стать первым регионом в Российской Федерации, который полностью ликвидирует аварийное жилье. Очень непростая работа, очень сложная работа и при формировании этого перечня. Но у нас, еще раз хочу сказать, у нас есть все возможности для того, чтобы в течение двух лет полностью закрыть аварийный фонд. И переселить граждан из ветхого и аварийного жилья в современные, теплые, светлые, комфортные условия, в новые дома. Спасибо. Давайте теперь вопросы по сельскому хозяйству. Тут Амин Казаков из Ногайского муниципального района, Аркен-Йорк спрашивает. Я узнал про программу развития мини-садов. Выделил в своем огороде место для высадки яблонь. Как я могу попасть в данную программу и получить поддержку? Молодец, что выделил. Большой огород, значит. Но, опять же, главы городов и районов меня слышат. И мы пилотный такой проект реализовали в позапрошлом году в Урубском районе. В прошедшем году, в 2020 году, наверное, у нас были определенные сложности, всем известные и понятные. Но, насколько я знаю, и Министерство сельского хозяйства, и, в принципе, все главы городов и районов, они выходят с таким предложением, чтобы на территории всех районов Карачаева Черкесской Республики, где, в принципе, можно интенсивно такое мини-садоводство вести, они готовы поучаствовать. Я думаю, что мы примем решение и один этап сделаем весной этого года, в 2021 году, второй этап осенью, продолжим в 2022 году. И все муниципальные образования Карачаева Черкесии охватим этим очень таким востребованным и, в принципе, нужным проектом. Потому что историю садоводства, где исторически Карачаева Черкесия была таким местом подходящим. И по световой зоне, и по близости воды, по перепаду высот. Ну, это не агроном, не сложно об этом говорить, в таких деталях. Но так достаточно погружен. Я думаю, что это, в принципе, будет очень хороший задел для возрождения садоводства в нашей республике. И поэтому, конкретно касаемо человека, который обратился, я думаю, что... Казаков Амин. Да, я думаю, что может у нас... А вот Менсельхоз ему надо обратиться. Пусть глава района, Ногайского района, тоже в этом вопросе поспособствует. Да, я думаю, вот я сейчас вижу у нас Менсельхоз на экране, но они меня слышат. И поэтому, думаю, примите, посмотрите, пообщайтесь. И в ближайшее время дайте предложение, с каких районов мы начинаем весной, с каких осенью. И, в общем, по развитию мини-садоводства, так его назовем. А тема очень интересная, и она заинтересовала наших жителей. И она мне очень самому нравится, потому что я вижу, какой эффект развития садоводства у нас в республике есть. Мадина Попшова из аула Зиюка. Спасибо. Она, мама четверых детей, просит у вас содействия в получении целевого направления в Астраханскую государственную медицинскую академию по программе специалитета. Первый курс по специальности педиатрия для сына и дочери 2003 года рождения. Мадина Попшова из Хабецкого района. Я думаю, что у нас, вот министр, вижу, уже записывает, попросил бы. Для нас вообще, ну, понятно, что здесь надо будет заключать уже договор с самим абитуриентом, их родителям, высшему учебному заведению, ну и в том числе субъекту. Самое главное, чтобы они потом возвращались в республику. Мы с вами были очевидцами того и, в принципе, до сих пор продолжаемся являться очевидцами того, что у нас есть нехватка по тем определенным специальностям, в том числе и узким медицинских работников. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы наши дети отучились в медицинских университетах, институтах и возвращались работать в нашу республику. Здесь конкретно, я так понимаю, мальчик и девочка... Близнецы, наверное. Двойняшки. Двойняшки. Да, мальчик и девочка, да, близнецами вряд ли могут быть двойняшки. Поэтому, я думаю, вот Казим Азриталиевич сам встретится, свяжется с, насколько я знаю, он общается с Астраханской медицинской академией. И мы поспособствуем обязательно тому, чтобы они отучились и вернулись в Карачаево-Черкесию. Татьяна Канцурова из Черкесска спрашивает, почему пенсионеры полностью оплачивают взносы за капитальный ремонт многоквартирных домов? Ну, если мне не изменяет память, у нас по возрастным категориям. У нас начинается от 70 лет, 70 лет это 50% от той суммы по капремонту, а 80 лет и выше они полностью освобождены от взносов. То есть, если пенсионер, которому 70 плюс до 80, то он должен оплачивать половину. А до 70 лет платят. Я не знаю, если, может быть, я в чем-то неправ, может, меня там коллеги поправят. Евгений Александрович. Добрый вечер, Александр Ильич. Совершенно правильно вы озвучили. Если есть вопрос по возрасту, если она попадает в эту категорию, которую вы обозначили, эта компенсация имеет заявительный характер. Если она попадает, то ей надо обратиться в соцзащиту. Хорошо. Спасибо. А, у нас звонок в студию мне подсказывает. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Я Лида Кисмахова, председатель Черкесской местной организации Всероссийского общества слепых. Я хотела бы задать вопрос, Рашид Борисович, по поводу, по проблемам наших инвалидов. Они к нам часто обращаются. Я хотела озвучить, пожалуйста, вопросы. Слушаю вас. Самые серьезные просьбы у них по поводу пешеходных переходов и светофоров. Остановка общества слепых у нас. Там скоростной режим нарушается водителями. Хотели бы очень просить установить камеру и неровности, чтобы могли они приостановить, чтобы инвалид мог спокойно перейти дорогу. Много случаев было, что сбивают машины людей. На остановке Первомайской такая же проблема. Переулок Союзный до Первомайской, там вообще тротуар перекрыт. Много автомобилей. Там слепому, не только зрячему, тоже трудно перейти. Просим, пожалуйста, там тоже установить светофор, освободить тротуары, хотя бы люди, чтобы могли пройти. И установить с обратным отсчетом звуковой светофор, чтобы инвалид мог услышать, что ему можно уже переходить. Сколько минут осталось? Следующая просьба. В социальные такси мы обращались, но нам объяснили, что только с нарушением опорно-двигательного аппарата могут обслуживать социальные такси. Мы бы хотели просить, чтобы инвалидов по зрению тоже включили, хотя бы первой-второй группы. Следующий вопрос. Вот у нас они живут компактно, около нашего общества. Спустя на зеленый остров, с улицы Розы-Люксембург. Там им очень удобно. Они часто туда спускаются, там проводят время. Тоже нарушены ступеньки. Мы посылали фотографии в мэрию, на почту, и так писали. Но обещали, пока не получается. Может, вы нам поможете. И еще в прошлом году у нас трассу прорвало, около нашего общества. И прямо на территории. Там небольшой участок остался. Засыпали, как могли. Разровняли. Но все равно есть там ямки, кочки, инвалиды. Лида, можно узнать ваше отчество? Можно узнать? Лида Эриджибовна. Лида Эриджибовна. Вот вы знаете, вы очень правильные вопросы здесь поднимаете. Но вы как председатель Всероссийского общества слепых, я правильно понял? По городу Черкесскому. Да, по городу Черкесскому. Я думаю, что сейчас меня слышит мэр города Черкесск. Все вопросы, они по городу. И про лестницу я тут хорошо знаю. Я по этой лестнице очень много и в детстве своем ходил. И она и в те времена уже была такая не очень пригодная. Как я ее помню. Вопросы там по социальному такси и так далее, и так далее. Я предлагаю, чтобы вы там не писали на почту, не писали письма. А вот попрошу Алексея Олеговича, он найдет время на этой неделе, либо завтра, либо послезавтра, с вами, с вашим коллективом встретиться и послушает те вопросы, которые есть. И поверьте, я уверен, что на все вопросы он найдет ответ. Я единственное не знаю, как по социальному такси, но это тоже в принципе в полномочиях муниципалитета, города. Я думаю, что тоже на мэрия города найдет определенное решение, устраивающее вас, ну и в том числе и город. Поэтому в ближайшее время он к вам приедет или вас примет. Скорее всего, он к вам заедет и посмотрит, как вы там живете. И посмотрит сам своими глазами, увидит там те вопросы, которые вы задаете. И я уверен в том, что он вам поможет в решении этих вопросов. Большое спасибо. Вам спасибо за вашу ответственность такую социальную. И хочу передать привет всему вашему обществу, не только города Черкесска, но и нашей республике. Я видел несколько вопросов, которые касаются и станицы Зеленчукской. И я вообще думаю, что мы в ближайшее время с Министерством труда и социальной защиты и со всеми заинтересованными структурами эти вопросы обсудим и найдем те решения, которые пойдут на решение этих проблем, которые вы озвучиваете. Спасибо вам. Большое спасибо вам. Вам спасибо. Очень много вопросов касается экологии, мусора. Вот один из них Елена Львовна из станицы Зеленчукской. Уважаемый Рашид Боизбевич, хотела узнать, когда закроют свалку в станице Зеленчукской? Ну, я сразу готов ответить. У нас, кстати, тоже, опять же, по реализации национального проекта. Вообще, я вот сейчас отвечу на этот вопрос, но что бы я хотел бы сказать. Вообще, по реализации национальных проектов, федеральных проектов, которые находятся. Это касается всей сферы жизнедеятельности наших людей, населения. То, о чем призывает нас, о чем говорит и президент, и ставит такие задачи, что реализация любого национального проекта – это то, что люди должны увидеть и почувствовать уже сегодня. И я готов отдельно очень много по этому поводу говорить, по реализации национальных проектов. И насколько сегодня мы видим, знаете, такой прям прорыв. Это строительство и еслей, и дороги, и чистая страна. Вот, опять же, вот сейчас возвращаюсь. Вот в этом году мы рекультивируем полностью эту свалку в Зеленчукском районе. И таких проектов у нас до 2025 года по всей республике достаточно много. То есть, люди это увидят, почувствуют. И что касается национальных проектов в сфере образования, здравоохранения, опять же, строительства, ну, я считаю, что до 2025 года на территории не только Карачаево-Черкесской республики, но и всей нашей страны наши люди это почувствуют. И мы с вами это увидим своими глазами. Спасибо. То, что касается конкретного вопроса, в этом году начинается вопрос по рекультивации. И, по-моему, он в этом году уже должен быть завершен. Спасибо. Тут Алла Плоткина из Черкеска спрашивает. В последнее время в республику пришли несколько крупных инвесторов. Мы внимательно следим за вашей информационной повесткой через ваш инстаграм. Но, полагаю, далеко не все ваши встречи туда попадают. Можно ли сейчас нам узнать, с какими инвесторами вы ведете переговоры по привлечению инвестиций в регион? Ну, я ничего не утаиваю. И, на самом деле, может быть, нет смысла говорить о тех договоренностях, вернее, о тех переговорных процессах, которые там ни к чему не приводят. Такие тоже бывают. Но то, что сегодня заходит достаточно большое количество, я на встрече с нашим президентом, президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, я докладывал о том, что мы в течение трех лет, как минимум, 3000 рабочих мест должны создать новых, современных. И, в принципе, мы идем к этому. Только вот в этом году у нас и достаточно крупное предприятие, компания «Домотэ» сдает новое современное предприятие. При этом, обосновываясь так, Карачаево-Черкесия, так касается местного скотоводства, животноводства. Вот. Большие проекты, которые мы реализуем совместно с компаниями, такими как «Русгидро», и так далее, и так далее. Только в этом году мы, в 2021 году, я думаю, что у нас более тысячи рабочих мест мы создадим. Это касается, в том числе, и сельского хозяйства. Конечно, всегда хочется больше. Но скажу одно, что те предприятия, которые заходят в Карачаево-Черкесскую республику с инвестиционными проектами, они при этом еще готовы нести и социальную нагрузку. Но здесь бы я еще хотел бы сказать о бизнесе, о тех предпринимателях, которые уже давно работают на территории Карачаево-Черкесской республики, в разных отраслях. Это те предприятия, которые модернизируют свои предприятия, увеличивают количество рабочих мест, поступления в бюджет республики. Также продолжают нести социальную нагрузку. В основном это жители и выходцы из Карачаево-Черкесии, которые продолжают эту работу вести, и у которых есть достаточно амбициозные, большие планы, и они абсолютно реализуемые. И эти планы, они их постепенно, шаг за шагом реализовывают. Спасибо. А у нас сейчас звонок в студию. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, Рашин Борисович. Добрый день, добрый вечер. Меня зовут Мирошник Владимир, я воспитанник штаба по страну номер один города Черкеска. Прошу вас рассмотреть возможность оказания помощи со стороны руководства республики, воспитанником Центра военно-патриотического воспитания молодежи города Черкеска, собирающимся поступать в высшие военные учебные заведения. Спасибо за вопрос, Владимир. А вы собрались поступать в высшее военное учреждение? Да, да, я собираюсь поступать в высшее военное учебное заведение, в Рязань. В Рязань, ага, понятно. В ВДВ, да? Так точно, да. Никто, кроме нас. Понятно. Ну, на самом деле, я могу вам точно сказать, что я лично сам всегда очень трепетно относился к воспитанникам нашего поста номер один, мы его так называем, ну и поисково-спасательного отряда. И, конечно же, у нас много выпускников, вернее, воспитанников этого отряда, которые поступили в высшие образовательные учреждения, военные. Мы их всех видим, знаем, кто куда мы там, если вы помните, каждый год отправляем на экскурсии в эти учреждения, чтобы ребенок увидел, где он может потом обучаться. Конечно, я под лично свой патронаж это беру. В этом вопросе, я думаю, что и Министерство образования республики, и мэрия города Черкесска со мной солидарны. И каждый вопрос я готов точечно сам обсуждать, смотреть, давать характеристики, смотреть на уровень вашей учебной подготовки, ну и лично общаться с руководством этих высших учебных заведений. Поэтому, если в Рязани, так достаточно серьезно, амбициозно, это очень известно, ну так, училище оно было. Поэтому вы мне свое, там, краткое резюме отправьте, я его сам посмотрю. И думаю, что мы ваше поступление будем лично сопровождать. Хорошо, спасибо большое. Успехов. У нас тут вопрос из аула Каменомос. Динара Динаева спрашивает. Приобрела дом по сертификату от Минсельхоза в 2019 году. Федеральную часть суммы получила, а региональную нет. Просит помочь. Также хотела получить помощь в виде древесины для замены кровли домовладения. Ну, по поводу замены кровли, я думаю, глава района слышит. А вот по поводу невыплаты нашей региональной части, я думаю, что здесь от Минсельхоза у нас кто-то прокомментирует этот вопрос. Добрый вечер, Шипаристович. Да, я готова прокомментировать. В 2019 году, 18 июня, Динаева Динара Владимировна получила выплату в сумме 541 тысячи рублей, из которых 513 тысяч за счет федерального бюджета и 27,5 тысяч за счет регионального бюджета. На самом деле оплата федеральной и республиканской части с 2018 года идет автоматически. Она не может разделяться. Одновременно и федеральная, и республиканская часть софинансирования уходит на счета получателям. Ну, человек вопрос задает, вы тогда примите, разберитесь, юридически или дайте правовую оценку, чтобы не было у нас недопонимания. Человек говорит, что мне недоплатили, вы говорите, что все оплачивает. Поэтому примите сами, свяжитесь и разберитесь, пожалуйста. Вопрос от Светланы Мазловой, Черкесск. По поводу санитарного состояния городского кладбища. Очень хочется, чтобы его привели в порядок и содержали как положено. В частности, убирали мусор, не давали ему скапливаться. Было бы хорошо установить дополнительную контейнерную площадку при входе на кладбище? Ну, я в курсе этой проблемы, в том числе, там не только по контейнерам, не только по сбору мусоров. Конечно, это, наверное, Алексей Олегович, вы посмотрите этот вопрос, она поставит там дополнительные контейнеры. Но там есть еще вопрос, все-таки, насколько я знаю, и вот мне поступают там такие вопросы. По поводу ограждения и такого бесприсмотра, там, нахождения крупного рогатого скота. Это просто недопустимо. Я считаю, что нам надо эту проблему решить. И прям решить в ближайшее время. В том числе и собственниками этих животных, там, и так далее, и так далее. Алексей Олегович, я попрошу вас обратить на это внимание. И прям, там, вот у нас будут большие там православные, в том числе и праздники, и потом поминальные мероприятия, чтобы к этому моменту до весны, ну, до Пасхи мы этот вопрос с вами решили. Договорились? Да, принято. Спасибо. Луиза Мерзаева из города Черкесска. Отсутствие отопления с прошлого года. Отсутствует отопление с прошлого года. Просим принять меры. Нас обслуживает компания «Красный Восток». Ну, я запишу и думаю, что город Черкесский, там, управляющая компания или и Минстроя этим вопросом займутся. Ну, в городе Черкесский нет отопления. Понятно. Бэлла Байколова, тоже из Черкесска, не имеет собственного жилья. Просит оказать помощь в приобретении, так как в настоящее время снимает жилье. Ну, надо здесь персонально смотреть. Не готов ответить. Здесь вопрос от выпускников школ, которые очень переживают, что не состоится у них выпускной в связи с пандемией. И вот Мадина Джартоева спрашивает, вот какова эпидемиологическая ситуация. Будут ли выпускные вечера? Выпускные вечера будут только в случае улучшения эпидемиологической ситуации. Но это же во многом зависит от нас. Вот, Светлана, может быть и в прямом эфире, но я скажу, вот даже я замечание сделал, я зашел, у вас 80% сотрудников были без масок. Нет, а вот если вы будете расслабляться, вы же здесь все вроде как давно работаете вместе. Расслабляться уж точно не надо, потому что мы все с вами помним там и весну прошлого года очень сложную. Потом летом все расслабились и опять у нас вторая волна. Поэтому, конечно, это все зависит в том числе во многом и от нас, от каждого из нас, от всех жителей. А то, что касается детей, то я, конечно, за то, чтобы мы провели, ну, наверное, такой один из самых важных и главных дней для каждого ребенка. Это когда заканчиваешь школу, получаешь аттестат, у тебя все открывается, там, дверь в новую взрослую жизнь. Откуда поступил вопрос? Из Хурзука, Мадина Джатоева. Ну, вот, я думаю, что если нам эпид-ситуация будет позволять, а у меня все, ну, как бы надежда на то, что у нас все, ситуация улучшится, то, скорее всего, наверное, и приеду в Карачаевский район, в Ол-Хурзук на вручение аттестатов, если ребята будут не против. Думаю, они обрадовались сейчас. Так, Рашид Борисбеевич нам подсказывает, что у нас звонок в студию. Говорите, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Анатолий Александрович Мамонтов. Говорите. Ваш вопрос. Вопрос у меня такой, Борис Борисбеевич. Короче, Куржиново, сельское поселение. Купили мы, сажда, свой счет фонари, повесили его, все. Они повесили год, 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 полтора. Заплатили тиски. Администрация дала добро. А теперь приехали, сняли все фонари. Мы живем в потемках. Сельское поселение Куржиново вообще отброшено. Недорога. Светы захотели включили, захотели выключили. Анатолий Александрович. Я вас слушаю. Да, вопрос понятен. Я думаю, что сейчас вас глава района тоже слышит. И я хотел бы, чтобы Евгений Александрович Гордиенко обращать, чтобы вы с... Анатолий Александрович, я отвечу на ваш вопрос, если вы не возражаете. Нет, 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 не возражаете. Да, послушайте, пожалуйста. Я вот, Евгений Александрович, я вас попрошу связаться и с МРСК, и с КЧЭнерго нашим, и кто там районный ПТС или сети, кто этим занимается. Ну, если люди уже сами там приобретают необходимое оборудование и там все это делают, конечно, это вопрос муниципалитета, вопрос Министерства строительства и ЖКХ, или это больше по микро. Ну, вы посмотрите на этот вопрос, Евгений Александрович. Разберемся. Да, и там, в принципе, я понимаю, о какой улице там идет речь. Это если центральная улица Курджинова, то, в принципе, ну, там, где и детский садик, и больница, то, в принципе, и школа, то, в принципе, можно подумать и помочь в плане установления энергосберегающих ламп, чтобы для муниципалитета, для сельского муниципального образования это нагрузкой потом не было в плане обслуживания. Ну, и поговорить с энергетиками, ну, в принципе, это их работа и задача о том, чтобы у нас улицы освещены были. Ну, и, опять же, это в том числе и по безопасности дорожного движения, ну, и, самое главное, наших граждан. Анатолий Александрович, я вот при вас даю такое поручение. Ближайше на этой неделе разберутся, примут решение, и я думаю, что в ближайшее время мы восстановим уличное освещение в Курджиново. Спасибо. Исмаил Байрамкулов из Малокорчатского района, село Первомайское. Просит вашего содействия в проведении капитального ремонта хореографической школы в селе Учкикен. Ну, я знаю этот вопрос, насколько, если мне память не изменяет, там порядка семи с лишним миллионов уже выделено средств в текущем году на капитальный ремонт или реконструкцию, я точно сейчас не могу сказать. Но срок окончания – это 2021 год. Ферисова Светлана из Адагихабльского района, село Спарта. Спрашивает, управление соцзащитой Адагихабльского района поставили на учет для получения медали «Материнская слава» еще в 2018 году, но до сих пор ее не выдали. Ну, как имя учится? Ферисова Светлана Васильевна. Ну, вот, если Светлана Васильевна сейчас нас слышит, я такое поручение сейчас даю своей администрации и Министерству труда и социальной защиты республики. Я думаю, что, может быть, и глава Адагихабльского района нас сейчас слышит. Если по всем установленным нормативно-правовым документам она подходит, то я Светлана Васильевна лично вручу и с огромным удовольствием это звание «Материнская слава Карачао-Черкесской республики». Татьяна Джирикова – это директор детской школы искусств Черкесска. Говорит, что им очень нужны профессиональные педагоги, их не хватает. Возможно ли какие-либо доплаты молодым специалистам, например, выпускникам республиканского колледжа искусств имени Даурова? Мы, конечно, обсудим этот вопрос и с мэрией города Черкесска, но если это школа искусств имени Даурова, то с Министерством культуры республики. Вот, например, мы буквально недавно приняли решение с мэром города Черкесска о том, чтобы производились муниципальные доплаты преподавателям коррекционной школы города Черкесска. У меня был прием недавно, вот, жители. Здесь я думаю, что с учетом того, что мы в этом году приступаем к строительству, ну, к реконструкции, а по сути новое строительство музыкальной школы, я думаю, что тем педагогам, которые сегодня в области культуры у нас преподают нашим детям, и региональные, и муниципальные доплаты мы обязательно должны предусмотреть для того, чтобы вовлекать больше молодых педагогов. И я думаю, что коллеги меня сейчас слышат, и такое предложение мне в ближайшее время представят. По количеству тех педагогов, по сумме доплат, я абсолютно поддерживаю такое предложение. Мелания Будыка из Джигуты по улице Парковой просит оборудовать или огородить мусорный контейнер, находящийся на пустыре около новостроек, рядом с улицей Парковой. Ну, глава района меня сейчас слышит, я думаю, да, не комментировать это. Юлия Мартыненко из Черкесска спрашивает, почему приостановили выдачу земельных участков многодетным семьям? Ну, насколько я знаю, не приостановили. Это город Черкесск? Да, нет, да, Черкесск. Мартыненко, Юлия. Ну, я думаю, заявителю мэр города ответит, ну, в таком режиме. Ну, у нас есть вопросы по некоторым муниципальным образованиям, но по Черкесску, насколько я понимаю, у нас таких вопросов нет. Надо посмотреть в очередности. Я думаю, что мэрия города соответствующий прием заявителей и граждан такой проведет в ближайшее время и разъяснит, когда кто может, на какой земельный участок претендовать в плане получения его. Елена Горянникова из Черкесска. Существуют ли различные конкурсы профессионального мастерства? Вот как учитель года, воспитатель года. Планируется ли среди мастеров и преподавателей среднепрофессиональных организаций? Ну, я буквально недавно общался с нашим министерством образования, с министром, где такие программы, они, по-моему, ну, и в рамках министерства просвещения, они сегодня, если мне память не изменяет, программа «Мастер года» она должна называться на федеральном уровне. Соответственно, ну, Министерство образования и науки нашей республики, конкретно министр Ирина Владимировна мне в ближайшее время представит такие предложения. Я думаю, что мы должны на территории нашей республики организовать такой конкурс в наших профтехучилищах, ну, как я их до сих пор так называю. Я думаю, что это абсолютно правильно и хорошее подспорье. С учетом того, что мы сегодня популяризируем среднепрофессиональные, ну, среднеспециализированные профессии. Гамов Александр из Черкеска просит от лица всех тренеров, чтобы построили борцовский зал для вольной борьбы в Черкесске. Ну, такой вопрос нужный, необходимый. Ну, опять же, у нас раньше весь город и все борцы, джудаисты и боксеры помещались в одном дворце спорта «Спартак». Сегодня у нас очень много физкультурно-оздоровительных комплексов. И, ну, я думаю, что вот министр спорта Карачаева Черкесской республики, Рашид Косович Узденов, в ближайшее время примет заявители и расскажет о тех перспективах и планах, которые сегодня у нашего министерства по и залам единоборств, и физкультурно-оздоровительным комплексам, и спортивно-универсальным площадкам, и мини-стадионов открытого-закрытого типа. Он все расскажет и соответствующее предложение мне внесет. Немченко Галина, у нее два вопроса. Просит оказать содействие в ремонте дороги в Охотничьем переулке, это в Черкесске, и маршрутки не доезжают до онкодиспансера. Просит решить данный вопрос. Ну, опять же, это тот вопрос, который мэр города слышит, и обязательно еще раз я хочу сказать, что на все вопросы, которые введены все-таки муниципальных органов власти, я думаю, что коллеги у нас все достаточно профессиональные. Я, кстати, хочу, говорил слова благодарности нашим врачам, всем членам правительства, главам муниципалитетов. Все главы городов и районов выше своих возможностей стараются и очень многое делают для решения тех насущных вопросов, которые сегодня имеют место быть. и поверьте, каждый подходит с профессионализмом, с душой. Очень многое, что не получается, но многое, что и не сделано. Вот такие вопросы, я абсолютно уверен, что при обращении в муниципалитет, как там оградить мусорный бак, я все-таки думаю, сегодня у нас, я погружаюсь во все эти вопросы, но при этом не хочу коллег их хлеб отбирать, они сами в состоянии такие вопросы решать, и они их решают каждый день, поверьте мне. Вопрос от Натальи Медведева из Черкеска по цифровизации. Количество услуг, доступных на портале госуслуг, невелико. Когда появятся новые региональные и муниципальные госуслуги в электронном виде? Мы создали буквально в конце прошлого года новое министерство, Минцифры, как мы его называем, Минцифровизация, где уже такая собрана команда профессионалов, людей, которые сегодня очень достаточно активно занимаются цифровизацией нашей республики. И да, на самом деле у нас сегодня услуг немного, если мне память не изменяет, реально работающих их там две, а всего есть возможность охватить 101 услугу. И вот только в 2021 году, опять я могу чуть ошибаться, это 25-30 услуг, 2022 год, опять же, такая же пропорция, 25-30, и в 2023 году, понятно, я понимаю, что они будут расти, их будет все больше и больше, но вот уже этот год покажет, насколько мы расширим и увеличим ту возможность населения в цифровом виде получать те государственные услуги, которые они сегодня... В полном объеме. Да. Медникова Валентина из Черкеска. У нас отменили маршрутку на Курцавку несколько лет назад. Просим восстановить данный маршрут, нам она очень необходима. Маршрутка эта. Ну, опять же, коллеги меня слышат из Министерства промышленности и транспорта, из муниципального района. Я думаю, что это все запишут и обратят на это внимание. У нас, кстати, я сейчас, пользуясь случаем, хочу обратиться, может, опять же, это локальный вопрос, там, до Курцавки, но он необходим. Если он сегодня у людей есть такая потребность, то здесь уже вопрос Министерства промышленности и транспорта о том, чтобы обратить внимание на такие вопросы. Вот, насколько я знаю, был вопрос, так же поступало буквально недавно, это касается Знаменки, Николаевки и Пристани. Тоже вопрос по маршрутке. Я попрошу сделать такую карту проблемных вопросов там, где есть проблемы с общественным транспортом. Посмотреть не только на саму маршрутизацию, а еще и посмотреть на качество автотранспорта. Потому что это, ну, как правило, это не дороги регионального или федерального значения, это дороги межмуниципальные, межпоселковые, которые сегодня, может быть, не совсем в нормативном состоянии во многих местах находятся. Вот здесь бы я попросил вам не представить такую карту, а по тем обращениям, которые поступили в ходе прямого эфира или до него, и после могут поступать, чтобы вы быстро реагировали и находили там пути решения этого. Джошау Каракетов из Карачаевска просит изменить график освещения города Карачаевска с 19 часов до 5 утра. Ну, я думаю, что вот руководство города на месте это виднее, тем более мне сложно сейчас прокомментировать. Я думаю, что если это предложение от большинства жителей, то я, конечно, только за. Но просто мы с вами понимаем, что мы сейчас из зимнего периода времени перейдем в летнее, а там надо будет все-таки делать уже там, ну, чуть раньше, позже. Я думаю, что вот мэр города меня слышит и обязательно посмотрит, и пойдет навстречу пожеланиям жителей. Но опять все зависит от времени года, от сезонности, поэтому тут надо подходить так локально. Ну, у нас, судя по времени, уже остается очень мало, но мы, наверное, успеем еще один звонок послушать. Здравствуйте. Говорите в эфире. Меня зовут Барис Владислав. Я школьник из поселка Кавказский. Хочу задать вопрос. Можно ли создать точку роста для молодежи в поселке Кавказский? Нужно, необходимо. Я думаю, что меня сейчас и глава района, и министр образования слышат. Обязательно создадим. И создадим в этом году. 1 сентября, чтобы точка роста в школе была. Анна Кущетерова из Уйджикутинского района, из Московского, спрашивает. Когда откроют дневные стационары в Уйджикутинском районе? Ну, я думаю, что сейчас прокомментирует нам министр здравоохранения. Насколько я понимаю, они у нас. Добрый вечер. Добрый вечер. Слышно меня? Слышно, слышно. Спасибо большое. Дневные стационары во всех районах республики уже открыты. С первого года, да. Да, с первого года. И медицина переходит в плановой работе. За исключением только ковид-госпитаний. Я думаю, во всех районах республики вся плановая помощь будет вознаграждена 100%. Спасибо. Рашид Борисович, остается всего две минуты до окончания эфира. Я предлагаю подвести промежуточные итоги. Мне сообщают статистику. За это время поступило более 300 звонков в сообщениях в социальных сетях. Еще раз напомню, ни один вопрос не останется без внимания. Они будут переданы главе республики. Члены правительства подключатся к работе и к каждому вопросу будут даны ответы. Рашид Борисович, напоследок хотелось бы узнать, какой сегодняшний вопрос был самым интересным. Я скажу так, что все вопросы, они все интересны, но они еще очень важны и значимы. Поэтому еще раз скажу, что ни один вопрос не останется без ответа. Но самое главное, можно ответить, к чему я призываю своих коллег. А еще нужно это, понятное дело, сопроводить решением этого вопроса. Но каждый вопрос, он разный по степени тяжести, по времени решения этого вопроса, по сложности. Но еще раз хочу всех заверить, эту практику мы обязательно продолжим, как мы ее с вами практически каждый год на протяжении уже 10 лет. И прямой эфир, сейчас новые формы, это и открытый чат, и общение со средствами массовой информации. Но еще раз я хочу поблагодарить всех наших жителей, жителей нашей республики, за их гражданскую активность, за то, что они неравнодушны к тому, что происходит в республике. Я считаю, что ни я, как руководитель субъекта, ни мои коллеги, конечно, нам было бы тяжело, если бы мы не чувствовали ту поддержку, которую сегодня чувствуем от наших жителей, от жителей нашей многонациональной, многоконфессиональной республики. Я, кстати, пользуясь случаем, хотел бы во время прямого эфира сказать о том, что очень много вопросов, которые лично мне задают, и мои друзья, и мои знакомые, и те, с кем я вырос, и просто жили. Когда же мы завершим строительство нашей соборной мечети, вот я сегодня хотел бы об этом объявить, что мы запланировали 1 марта ровно через год, 1 марта 2022 года, открытие нашей соборной республиканской мечети в городе Черкесске. График производства работы я сегодня посмотрел, что-то поменял, что-то утвердили, но от 1 марта мы собираемся официально открыть, куда я приглашаю всех наших жителей и гостей нашей республики, на открытие соборной мечети в городе Черкесске. Спасибо вам, Рашид Борисбеевич, за сегодняшний прямой эфир. Спасибо нашим телезрителям. До новых встреч. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа. Продолжение следует...